В начале выпуска главной общественно-политической новости Кунгура на сегодня глава города Лариса Ёлтышева официально покинула свой пост. Решение об ее отставке было принято депутатами на очередном заседании городской думы. Пост руководителя Кунгура она занимала чуть более полутора лет. Сегодня Лариса Ёлтышева отчиталась перед депутатами о проделанной работе. Что я пыталась в эти два года сделать? Я действительно хотела убрать все слоги из города. И некоторые принимали это за мою мягкость, за мою слабость. А цель у меня была совсем другая. Я не прессовала бизнес. Я не в рамках закона все, что можно было, я старалась это решить. Старалась как могла, работала честно. С одной стороны, ноша действительно очень тяжелая. Буду очень сочувствовать, кто будет следующим главой искренне. Потому что ноша очень непростая. Хотелось бы в следующем главе пожелать, конечно же, успехов, трудолюбия. Быть честным, быть порядочным. Не возводить строки в городе Кунгури, стараться их гасить. Держать свое слово, как бы трудно это ни было. И населению города Кунгура мне бы хотелось сказать, нужно быть добрее. Нельзя постоянно требовать все время. Нужно немного отдавать от себя для города. Нужно выходить на субботники. Нужно выходить на праздничные мероприятия. И не просто выходить, но нужно иногда отдавать что-то. И власть есть, власть это просит. И если город Кунгур объединится в целом, население и власть ведут все строки, и мы будем намного дружнее, то город Кунгур будет самым лучшим городом в Пермском крае. Депутаты, в свою очередь, также выступили с ответным словом. Они поблагодарили уже экс-главу за работу и оценили ее труд на посту уградоначальника. Когда вступила в должность и в прошлый год, это сложный год, это долги машиностроительного завода, это неуплата транспортного налога, все-таки бюджет города Кунгур был выполнен. Также работа, сегодня мы слышали отчет за первое полугодие 2017 года, также администрация города, по главе Снависии Ильиничной, выполнила и перевыполнила доходную часть бюджета. Все вы видите, что на территории нашего муниципального образования строятся и объекты социально-культурного значения. Построен садик на поселке Первомайском. Заканчивается строительство межшкольного стадиона. И много очень чего делается в городе Кунгуре. А также инициатива Ларисы Ильиничной была в том, что каждый год на территории мы всегда ставим елку. И на эту елку новогодние у нас никогда не хватает ни средств, ни денег. И Лариса Ильиничная предложила, что давайте мы все-таки ходим всегда и вырубаем от двух самых красивых елок в Кунгуре и в Кунгурском районе и перевозим ее, и ставим ее на площадь. И самую красивую елку мы все-таки губим. И чтобы не губить как-то в год экологии, не губить елку и поставить красивую елку, которая будет всегда украшать город Кунгур. И эта акция благодаря Ларисе Ильиничне была проведена и деньги на эту елку собраны. Но пока елка уже договор заключен и работа не закончится. Лариса Ильинична скажет, что это все-таки будет доделано до конца. И елка красавица будет украшать город Кунгур и площадь. Лариса Ильинична, с вами было легко работать. Вы никогда не ставили какого-то противостояния депутатам Кунгурской городской думы. Всегда было все четко, понятно, работали по-доброму. Мы еще раз от всех депутатов хотим поблагодарить за совместную работу, пожелать счастья, здоровья. На место нового руководителя города, правда, с приставкой в Рио, здесь же на заседании думы был избран Сергей Гордеев, буквально на днях возглавивший пост первого заместителя главы Кунгура. Помимо кадровых перестановок, депутаты обсудили будущее кунгурского образования, проблемы освещения городских улиц и злободневные проблемы вывоза и утилизации бытовых отходов. Более подробно о возможных вариантах решений накопившихся проблем со стороны кунгурских депутатов расскажем в очередном выпуске рубрики «Было из думы» на следующей неделе.